Все правила международной жизни после Второй мировой войны писались под биполярную систему. И да, Советский Союз называли верхней вольтой с ракетами. Может быть. Но ракет было. Завались. Понимаете? И были такие яркие политические детали, как Никита Хрущёв, который сапогом в ООН стучал. Но и все в мире, прежде всего в Штатах, в НАТО думали, да ну его, нафиг этого Никитова. И же с ним. Возьмут, долбанут, ракет у них полно. Лучше относиться к ним с уважением. Советская Союза не стала. Возникла какая ситуация? И какие искушения? А можно не считаться с Россией? Она очень зависимая. Она прошла трансформацию в ходе развала Советского Союза. Будем делать то, что нам хочется, вообще не считаясь ни с какими правилами. Вот так же ведь на самом деле и происходит. Вот здесь упоминал, Доминик, и Ирак, и Ливию, и Афганистан, и до этого Югославию. Это что, всё было в рамках международного права, что ли? Чего вам сказки-то рассказываете? Значит, кому-то можно вообще ни с чем не считаться, а нам защищать свои кровные интересы русскоязычное и русское население в Крыму нельзя? Так не будет.